Это рубрика «Хорошие манеры» и сегодня со специалистом по деловому и светскому этикету Анной Енакиевой мы поговорим о завершении трапезы и ее паузах. Анна, доброе утро! Доброе утро! Итак, мы завершаем трапезу в ресторане. Как правило поведения, скажем так, и правило общения со столовыми приборами. Как выстраиваются? Смотрите, давайте я сначала расскажу про паузу. То есть раньше нас в советское время учили, что пауза – это вот так. Нет, так категорически делать нельзя. А пауза у нас всегда вот так ставится. Это как бы буквой «Т»? Я правильно понимаю? Ой, ну вот, да. Все нормально, да, извините. Вот так. Да. Это пауза. Вот буквой «Т» правильно? Да. Смотрите, давайте я вам предложу два варианта во время трапезы. И вы выберите, как же все-таки элегантнее и красивее это смотрится. Так. Вообще светское мероприятие всегда создано для того, чтобы люди общались. И смотрите, если я буду с вами общаться, глядя в тарелку, например, нарезая свое мясо и вот говорить, Мария, как вы отдохнули на выходных? Это первый вариант. Так. Или я ставлю приборы в паузу и говорю, Мария, как вы отдохнули на выходных? Ну, я думаю, что однозначнее и чисто по человеческим моментам я вижу ваш открытый взгляд, вашу заинтересованность. Второй вариант правильнее. То есть мы должны в беседе отложить и блюда, и, соответственно, приборы и обратить внимание на нашего собеседника. Да. Даже если вы очень голодные, то есть нужно поставить все-таки приборы в паузу, так как это показывает ваше уважение к вашему собеседнику. Так. И как же все-таки окончить трапезу, да, то есть мы просто подвигаем нашу вилочку к ножу. То есть у нас получается вот так вот. Вот такая вот история. Да, чуть-чуть вот туда. 45 градусов, если я правильно поняла, да? Ну, это без 5,5 вот так вот получается. Без 5,5. Анна, ну, не могу не задать этот вопрос. Это такая, мне кажется, распространенная история, когда у нас была популярна, наверное, опять же, может быть, это от незнания. Я беру на себя этот грек, когда мы завершали вот так, когда мы перекрещиваем приборы, оставляем их. Правильно ли это, что мы завершили блюдо? Нет, это вот, как говорят сейчас, это не светский этикет, а советский этикет. На данный момент такого положения приборов нет. Нет. Но есть один момент в ресторанном этикете, когда мы перекрещиваем приборы, вот так. Ага. Этот знак используется только в ресторанном этикете, на протокольных мероприятиях, в гостях. Так делать не стоит. Он означает, что блюдо мне не понравилось. Но в какой момент это так можно сделать? Например, вы попросили официанта сделать вам салат без орехов, да? Потому что, например, у вас аллергия. Да. Или не солить определенное блюдо. Но когда вам принесли и забыли, о чем вы просили, тогда вы можете сделать этот знак, что вам не понравилось. И в этот момент к вам должен выйти шеф-повар и сказать, что же вам не понравилось и как исправить ваше блюдо. Вот так. Но так делать не стоит, доев полностью все блюдо. В том случае, если блюдо вы съели. Вы полное, да, так делать не стоит, если вы полностью съели блюдо и вы делаете так, вас просто не поймут. Какая прелесть. Спасибо, Анна, огромное. Это действительно очень ценные рекомендации. Я абсолютно уверена, что всем они пойдут на пользу. Я пожелаю вам хорошего продолжения этого дня. И по традиции, в зависти приемства мы благодарим ресторан «Вайн Рум». АВАЛЬСИЯ АВАЛЬСИЯ АВАЛЬСИЯ